В Шаде курс по алгоритмам ведется на плюсах, C++. Казалось бы, зачем, если есть гораздо более простые языки, например, Python, которые сильно активно используются в Data Science. Тут вот в чем мысль. Python — это больше как раз про Data Science, про прототипирование. А плюсы уже скорее для продакшена и алгоритм будут использоваться там. Например, вот вчера на занятии про алгоритм, когда Макс Бабенко писал псевдокод, который вдруг стал случайно похож на Python, он посмеялся, сказал «Ууу, надо же, Python». И сразу было видно, что не сильно Python он ценен. Почему так? Потому что Python как бы скорее язык для моих хозяек. На нем очень быстро писать, но при этом он очень медленно работает. Если хочешь выдать эффективное решение, особенно на каких-то больших данных, с Python точно ничего не получится. Поэтому есть плюсы. Плюсы — это как гоночный автомобиль на механической коробке передач. Ты много всего можешь сделать с ручками так, чтобы работа была оптимизирована, а если ты что-то не делаешь с ручками, сам он время не тратит. А автоматические расчеты, чего бы то ни было. Как бы память ты аллоцируешь руками, при необходимости только туда, куда нужно, и поэтому у тебя есть очень четкий контроль за временем, который тратится на работу программы и, собственно, за памятью. Это здорово. Поэтому плюсы активно используются в продакшене, в Яндексе, в Гугле долго используются. Вообще отличный язык. Как бы, ну вот здесь объяснение, почему плюсы такие крутые. Но здесь возникает странный казус. Разговаривал с братом, бывший инженер Гугла по поводу плюсов. Говорил, слушай, скажи, пожалуйста, Серег, нужны ли вообще мне курс по плюсам в шаде? Или стоит его выкинуть? Он сказал, что он бы выкинул не только курс по плюсам, но выкинул бы плюсы вообще из своей жизни целиком. Что делается? Ну а как так? Как бы, если ты пишешь код эффективный и хочешь запихнуть его в продакшен, тебе нужно это делать на плюсах, потому что питон нифига не работает. Слишком медленный. Он говорит, ну как бы да, но на самом деле сейчас современные языки могут делать многие вещи на автоматике, чуть менее эффективные, чем плюсы, но все равно достаточно эффективно, чтобы использовать в продакшене. Пример, который он привел, это Go. Язык, который они используют, собственно, в своем стартапе, в котором там как раз и работает выходцы из Гугла. Go — это язык, разработанный Гуглом, кстати. И вот что мне брат объяснил, что на самом деле Go действительно там гораздо больше автоматики, и там гораздо меньше нужно аллоцировать, например, памяти руками. За счет этого он чуть медленнее работает, но в 95% случаев это на самом деле не важно. И его чуть более медленная работа незаметна по сравнению с теми же плюсами. А в оставшихся 5%, когда нужна там прям суперпроизводительность, ненужного аллоцировать что-то руками, тогда как бы пишешь на плюсах. Вот был и в ответ. Ох, а зачем тогда нужны плюсы на алгоритмах? Если все, можно писать на Go, и писать будешь гораздо быстрее, работать будет практически так же, в 95% случаев. Ну, очевидно, потому что в Яндексе везде продакшен на плюсах. Почему в Яндексе везде продакшен на плюсах? Потому что Go достаточно молодой язык, разработанный Гуглом. Это, кстати, не проблема то, что его Гугл разработал конкурент. Проблема, что он молодой, и непонятно, сколько долго будет держаться его поддержка. Не умрет ли он. Вот с этими сомнениями пока сталкивается, видимо, Яндекс, и пока не готов перейти на плюсы. Плюсы, однако, с плюсов на Go, однако, сейчас уже рассматривают возможность что-то на Go писать, и, вполне возможно, скоро введут его в продакшен. Следовательно, конечно, плюсы никуда не денутся, не умрут. Это отличный язык, суперэффективный. Но, вполне возможно, через пару лет в ШАДе алгоритмы будут уже на Go, а не плюсах. Что вас избавит от дополнительных обучений, болей и страданий. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»